Здравствуйте! В эфире новости рынков. И с нами эксперт IFC Markets Дмитрий Лукашев. Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, ну вот сейчас активность Запада по поводу санкций, она то усиливается, то спадает. Вот расскажите, пожалуйста, как обстоят у нас с этим дела? Действительно, этот вопрос был очень актуален на прошлой неделе, когда состоялась встреча глав МИД стран Большой Семерки. На ней министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выдал инициативу о ужесточении санкций против России. Но, к счастью, эта идея не только не получила одобрение остальных его коллег, но даже они заявили, что нужно привлекать Россию к тому, чтобы завершить военный конфликт в Сирии. И вообще, как бы, все это возникло из-за того, что произошла химическая атака в Сирии, но особо каких-то подтверждений реальных этому не было. Более того, после всего этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Россию, провел настолько успешные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, что даже сам Борис Джонсон предложил России присоединиться к войскам западной коалиции. То есть, казалось бы, вопрос санкций исчерпан и окончательно забыт. Но, тем не менее, он недавно получил свое развитие. Вчера Минфин США заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Сирии, Ирана и Северной Кореи. И, в общем, это достаточно заметно повлияло на котировки нефти. А давайте посмотрим. Это которая? Это вот эта точка, да, где-то? Ну, нефть, вот, сирийский этот вопрос, вот, а это вот падение, которое произошло после того, как стало понятно, что войны не будет. Ну да, да, да. Вот. А как, ну хорошо, вот это мы видим по прямой влиянию, да, северокорейскую? Да, то есть, сам факт того, что Америка предпочла вводить санкции против Северной Кореи, а не воевать, убедил инвесторов и участников рынка в том, что поставкам нефти в Юго-Восточную Азию ничего не угрожает. А между тем, они очень сильно, как бы, были обеспокоены, вот, тем, что Северная Корея же, она планировала испытать ракету новую и ядерное оружие, то есть, это, как бы, было у них, там, приурочено государственному празднику, там, 105-летию Ким Ир Сена, там, дня рождения и так далее. То есть, в общем, хотели они рвануть бомбу, вот, и, естественно, что США, там, и лично Дональд Трамп был очень недоволен таким обстоятельством. Вот, и, в общем, да, американцы направили авианосец и группу кораблей военно-морского флота, и, в общем, многие говорили, что это чуть ли не Третья мировая война начнется. Но, как только стало понятно, что этого не произойдет, вот, что ограничиться санкциями, вот, естественно, люди успокоились, игроки, инвесторы, участники рынка, и вот нефть понизилась. И нужно еще учитывать, что до этого соседи КНДР значительно увеличили закупки нефти на мировом рынке, вот, опасаясь, там, что прервутся поставки и так далее. То есть Южная Корея больше, чем на 10% увеличила импорт нефти в марте, а Китай увеличил на 7%. Причем Китай, вообще, его импорт достиг исторического максимума, там, почти 9,2 миллиона баррелей в день. То есть это вообще самый большой результат в мире, то есть это больше, чем в США. В США закупало всего 8 миллионов баррелей в день, а Китай, как мы видим, намного больше. Вот, и, в общем, да, как бы, все это делают запас, вот, из-за политических вот этих всех трений, а и нефть действительно просила, когда оказалось, что все нормально. Ну, а как на ваш взгляд, на ваш взгляд, а что может произойти дальше, вот, с рынком? Ну, судя, вот, да, по заявлению госсекретаря США, вот, Рекс Тилерсона, американские власти недовольны Ираном, он тоже вот может подпасть, и фактически уже вопрос санкций очень активно обсуждается против него, то есть недовольство высказывается ядерной сделкой, так называемой, то есть снятие санкций в момент, там, нераспространения ядерного оружия, но тут же каждый, в общем, понимает, каждый, каждая страна понимает, что если против корейцев не стали их бомбить, обстреливать ракетами, потому что у них есть бомба, то каждая страна тоже хочет бомбу, вот, Иран в том числе, вот, и вот, как мы видим, то есть санкции очень возможны, и это может оказать на рынок нефти сильное влияние, вот, она начала расти в четверг, вот, потому что сейчас Иран добывает 3,77 миллиона баррелей в день, вот, это довольно много, это где-то 12% от общей добычи ОПЕК, и причем он находится на втором месте в ОПЕК после Саудовской Аравии, то есть это практически страна, следующая за лидером по добыче, вот, и можно отметить, что когда Иран был под предыдущими санкциями, то есть они вводились против него в 2005 году, его добыча сократилась до 2,7, вот, то есть сейчас 3,77, а может сократиться, значит, на миллион сто тысяч в день, это очень много для рынка, большое сокращение, то есть если, допустим, брать вот недавнее, прошлый, вот, рост, вот, который виден здесь, вот, то есть он произошел, когда страна ОПЕК и независимые производители нефти договорились о сокращении на 1,8 миллионов баррелей в день, и нефть подорожала на 15%, то есть если санкции против Ирана, это еще плюс к этому 1,8, еще 1,1, то есть я не исключаю, что нефть может подрасти еще дальше, и, по крайней мере, вот отыграть вот это падение, это вызовет беспокойство вот в основных странах потребителей. Дмитрий, а вот, хорошо, ну вот, если с Ираном мы более-менее вот разобрались, то как тогда вот события вокруг санкций могут повлиять на российские фонды? Ну, вначале все-таки я бы хотел сказать, что достаточно неплохо это может повлиять на отдельные компании, вот, в частности, крупнейшая американская нефтяная компания ExxonMobil обратилась к властям США с просьбой отменить санкции и позволить ей вести боровые работы вот на месторождениях Роснефти. Вот, то есть достаточно неплохая вот такая идея для российской компании, вот, потому что речь идет о месторождениях в Карском море, вот, в Черном море, то есть это месторождение сложное и предполагается, что ExxonMobil могла бы там поделиться какими-то важными технологиями добычи нефти вот на морских боровых платформах, то есть в том числе там в Северных морях, и, в общем, это было бы, конечно, очень неплохо. Но, как мы видим, вот, такие хорошие новости, вот, они не помогли росту АДР Роснефти, вот, то есть это, в общем, как бы можно объяснить, можно объяснить тем, что, если сравнивать с 2013 годом, когда нефть стоила 110 долларов за баррель, в Роснефти было гораздо больше показателей чистой прибыли, выручки, вот, а сейчас, вот, допустим, если брать 2016 год, вот, средняя цена там нефти была где-то в районе 40, вот, чуть, ну, 47, так, где-то примерно, то есть намного ниже, чем в 2013 году, ну, и, вот, долларовая выручка Роснефти снизилась в два раза, вот, чистая прибыль, там, почти в шесть раз, вот, в рублях, если брать, то акции Роснефти с начала года подешевели на 22%, даже обогнали в падении, вот, индекс МВБ, вот, он упал на 14%, ну, я считаю, что, вот, все-таки фундаментально Роснефть недооценена и является вот таким ружьем, который висит на стене и в любой момент может выстрелить, и этот выстрел будет направлен наверх, то есть можно рассматривать ее в качестве объекта инвестиций и акций. Дмитрий, а вот, ну, хорошо, а вот, скажем, а мы можем поговорить о лидерах и о лидерах, о лидерах роста, о лидерах падения, вот, на рынке? Ну, на текущем, кстати. Да, 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 ну, я, как мы видим, вот, в конце, значит, графика, вот, индекса МВБ, видно, что он вот там совершал колебания, да, вот, самый кончик, да, он там болтался, значит, около такого многомесячного минимума, вот, и, в общем, рассматривать лидеров роста падения более целесообразно, там, не за один день, вот, а вот за пять дней, то есть за пять торговых дней. Давайте, давайте. Вот, и, значит, здесь мы видим, что вот за пять дней индекс МВБ подешевел на 1,6%, но есть вот четыре компании, которые показали рост, вот, ну, начнем, наверное, вот, с российского морского торгового порта, вот, то есть акции прибавили за пять дней 11%, это отличная возможность заработать, да. Это произошло благодаря тому, что вот в 2015 году порт получил убыток, а вот по итогам прошлого года он получил большую прибыль, почти 25 миллиардов рублей, вот, и акционеры рекомендовали выплатить достаточно большие дивиденды, даже вот с учетом такого роста, вот, акции НМТП, видно, что они выросли, вот, их доходность дивидендная составляет 11%, то есть это намного больше, чем, там, депозиты, и, в общем, привлекает инвесторов акции этой компании. Ну, вот еще можно отметить, на втором месте, там, среди недавних, последних, вот, акций и лидеров у нас находится Яндекс, вот, эта компания, она не связана с дивидендами, ну, хотя они тоже могут быть, в общем-то, но здесь в основном сыграла новость о победе Яндекса над Гуглом, вот, то есть он победил Гугл, и федеральная антимонопольная служба, в общем, оштрафовала Гугл, там, на 439 миллионов рублей, и, значит, потребовала, чтобы американская компания не препятствовала установке альтернативных сервисов, там, на смартфонах и в операционной системе Андроид, то есть инвесировал ТСК Яндекс, и он победил, и вот заслуженно, как бы, его акции выросли, вот. Ну, а остальные два лидера, это, конечно, да, Сбербанк и Транснефть, привилегированные акции, это в основном, конечно, истории эти касаются дивидендов, вот, то есть обе компании предложили повышенные дивиденды, Сбербанк вообще, как бы, оказался молодцом, вот, по итогам прошлого года, вот, то есть обещает он 6 рублей на акцию, это исторический максимум, там, дивидендов, и получил отличную, как бы, отличную прибыль, то есть это, Сбербанк, фактически, он оказался выигрышем, вот, после отзыва лицензий, там, у коммерческих банков, вот, потому что там вкладчики, там, юридические лица смотрят, лицензии отбирают, там, все, ну, Сбербанк самый надежный, самый большой, и получил максимальный приток клиентов. Но Сбербанк уже давно показывает хорошие показатели, мне кажется, он очень привлекателен для инвестиций. Ну, тем более, что акции сейчас, вот, подешевели на 20%, с начала года тоже, вот, он просил, вот, возможно, что тут главное даже не то, что сам дивиденд, потому что он, по сути, как бы, дивидендная доходность, там, несравнима с МНТП, то есть она, там, порядка 3% всего, но, вот, руководители банка, руководство заявило, что они собираются направлять четверть чистой прибыли каждый год на дивиденды, вот, именно, вот, сама такая, вот, декларация, что, вот, фактически четверть чистой прибыли будет направляться акционерам, она, вот, и подняла котировки акций. Вот, ну, то же самое можно сказать, вот, и про Транснефть, в общем. Ну, а сейчас я хотел бы немножко, да, сказать про лидеров падения, вот, но не могу, в общем-то, как-то их сказать, что они какие-то совсем, может, плохие компании, наоборот, компании очень хорошие, вот, очень такие достойные, но, опять-таки, у них есть общее, то есть подешевели компании, они связаны с потребительским сектором, ну, скажем так, вот, с доходами населения, то есть это, вот, ЛСР, вот, группа ЛСР и Дикси, торговая сеть. Вот, то есть известно, что, да, по всем, вот, к сожалению, статистическим показателям доходы населения снижаются, вот, то есть роста пока не происходит, и вот на потребительский сектор это оказывает негативное влияние. Ну, и остальные еще две компании, лидеры падения, ну, они, просто это связано, да, с тем, что снизилась, снизились цены на металл, они сильно выросли, в прошлом году, там, где-то, чуть ли не в два раза металл подорожал, сталь, уголь, вот, сейчас немного корректируется вниз, идет коррекция, и вот металлургические компании, их акции дешевеют. Дмитрий, вот скажите, а вот, ну, как мы поняли, что, возвращаясь опять к рынкам, да, нефть дешевеет, она то есть свои причины. А расскажите ситуацию, что происходит с рублем, или что будет происходить с рублем? Ну, рубль находится в гораздо лучшем состоянии, чем нефть, вот, как видно на графике, то есть, он снижается, и снижение здесь, оно, понятное дело, означает укрепление рубля, вот, то есть, чем меньше рублей за доллар, тем сильнее российская валюта, вот. Вот, нефть скорректировалась, там, на 5, даже 6 процентов, вот, а рубль нет. Рубль, как мы видим, он там какие-то небольшие колебания совершает, но практически охлабление не демонстрирует. Дмитрий, ну, вот, нашу валюту мы обсудили, расскажите, пожалуйста, тогда о состоянии других валют. Ну, рынок не стоит на месте, и, в общем-то, действительно, там происходят достаточно важные события, вот, я хотел бы рассказать сейчас про евро, на его динамику, в основном, сейчас влияет, это предстоящие в это воскресенье выборы президента во Франции, то есть, времени осталось практически один торговый день, вот, и, как мы видим, евро достаточно активно тут подросло, вот, в последние 3 дня, то есть, люди, инвесторы считают, что шансы на победу сторонников от Фрекзита, то есть, выхода Франции из Евросоюза, невелики, а можно сказать, что, вот, сейчас среди кандидатов лидируют, вот, 4, как бы, основных кандидата, вот, 2, как раз, за выход из Евросоюза, а 2 против, вот, и по всем вопросам общественного мнения лидирует, вот, как раз, кандидат, который против выхода Франции из Евросоюза, естественно, на фоне такого вот еврооптимизма, курс единой валюты демонстрирует укрепление к доллару, и, причем, здесь просто можно провести такую же примерно аналогию, вот, если рассмотреть, вот, британский фунт, вот, как мы видим, он тоже достаточно активно растет, очень даже прекрасно, да, очень сильно укрепляется, вот эта вот большая свеча, бывает редко достаточно на рынке, но, тем не менее, вот, она случилась, вот, и это произошло тоже на фоне такого же некого еврооптимизма, хотя, казалось бы, какой может быть оптимизм, если выход Великобритании из ЕС уже свершившийся факт, однако, вот, лидер консервативной партии, например, министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах, вот, она, как бы, это объясняет тем, что она хочет, чтобы ее партия получила больше голосов в британском парламенте, вот, это позволит ей более активно торговаться, то есть отстаивать Брэкзит на более лучших условиях, но получилось так, что в Великобритании, вот, да, эта консервативная партия, она за Брэкзит, и фактически она его и, как бы, продавила, и, как известно, прошел референдум, а вот остальные три партии, которые тоже там вот лидируют, они против Брэкзита, вот, и не факт, что консерваторы смогут получить большинство, по крайней мере, вот, рынок считает, что это, в общем, не так очевидно, вот, и если вдруг они не наберут большинство, то это позволит, в общем-то, как-то оттянуть Брэкзит или как-то сделать его мягче и так далее, то есть как-то сыграть на вот это вот событие, и мы видим мощный рост фунта, вот, то есть еврооптимисты в Великобритании остались, еще остались, да. Дмитрий, вот, к сожалению, у нас не так много времени осталось, и я хотел спросить, вот, давайте немножечко обзор сделаем по американским рынкам, потому что сейчас американские компании уже начинают публиковать свои отчеты, и важно, конечно, знать, что происходит и там. Ну, несомненно, вот, несомненно, американский рынок очень важен, вот, это вот график стандартного 500 индекса, вот, сильный рост он продемонстрирует, сейчас корректируется, вот, и, в общем-то, все мировые рынки повторяют динамику американского, вот, конечно, не в тех масштабах, вот, что в США, но, тем не менее, какая-то корреляция есть, вот, то есть он влияет на мировой рынок. Но сейчас в самый разгар публикации квартальной отчетности, то есть за первый квартал, вот, пока отчиталось не так много, где-то порядка 60 компаний из 500, вот, входящих в S&P, но каждый день там по 10, 15, 20 компаний отчитываются, то есть очень достаточно быстро все это происходит. Можно сказать, что почти больше 75% в общем прибыли среди отчитавшихся вот этих компаний, вот, две трети превысили прогнозы по прибыли, вот, то есть это очень даже хороший результат. И можно сказать, что, да, компаний считалось немного, но зато их совокупная прибыль, вот, выросла за квартал на 10,8%, а это лучший результат с 2011 года. То есть достаточно оптимистично, вот, смотрят инвесторы на S&P, вот, и пока вот считают, что это снижение только коррекция, и возможно, что рост продолжится. Но пока, как бы, говорить о каких дальнейших прогнозах рано, слишком мало отчиталось компаний. Хорошо. Ну, что ж, Дмитрий, я хотел бы вообще, на самом деле, поблагодарить вас за столь обширный обзор рынков. Да, я надеюсь, что это не последняя наша встреча, вот, потому что информация является очень важной, особенно, когда люди принимают ответственное решение. Вот, и на этом, уважаемые телезрители, мы заканчиваем нашу передачу. С вами были «Новости рынков», и в студии с нами был эксперт IFC Markets Дмитрий Лукашев. Да, спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»